МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Анна Семенова. Здравствуйте. Утро в Белгородской области сегодня вновь началось с гибели мирной жительницы. В результате очередного целенаправленного удара ВСУ. Рядом с поселком Октябрьском в Белгородском районе дрон Камикадзе атаковал автомобиль с водителем и тремя пассажирами. После взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте, сообщил губернатор. Остальные с ранениями доставлены в больницу. В Волойском городском округе при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал 7-летний мальчик у ребенка повреждением мягких тканей обеих стоп. А в районе промзоны Старого Оскола обнаружили упавший беспилотник самолетного типа. Объект изъяли. По данным властей обошлось без последствий. Старооскольский городской суд вынес приговор бывшему замглавы администрации округа Зинаиде Анпиловой. Ее обвиняли в получении особо крупной взятки в виде двухкомнатной квартиры в микрорайоне Макаренко. По данным следствия, чиновница ее передала депутат Старооскольского совета, директор компании «Строинжиниринг» Анна Ульянова осенью 2020 года. За это обещало общее покровительство в решении вопросов выделения земель для строительства многоквартирных домов. Заранее был изготовлен якобы договор купли-продажи фиктивный. Сын приехал, расписался в документах, сдал документы в МФЦ и стал счастливым обладателем двухкомнатной квартиры в новом построенном доме. В последующем, в 2023 году предпринимательница в связи с проведением налоговой проверки поняла, что данный факт будет скрыт. Скрыт Ульянова обратилась сама в правоохранительные органы и сообщила о том, что она дала взятку должностному лицу администрации. Она была освобождена от уголовной ответственности, поскольку она и сотрудничала со следствием, сама явилась с повинной, так скажем, в органы и сообщила о своей противоправной деятельности. Квартиру, полученную в виде взятки, суд конфисковал в доход государства. На остальное имущество Зинаи Донпиловой наложен арест для погашения штрафа в размере 19 миллионов рублей. Приговором суда ей назначено 8,5 лет колонии общего режима и запрет на работу в органах госслужбы в течение 10 лет. Староскольский краеведческий музей комплектует фонды экспонатами, связанными с историей агрессии Украины против народа Донбасса и проведения специальной военной операции. В экспозиции представлены предметы быта, атрибутика, фотографии, которые погружают посетителей в повседневную жизнь участников СВО. На днях в музее привезли части сбитых вражеских ракет. Это крылья от разгонного блока С-300, два крыла. Это хорошо сохранившийся снаряд от чешского РСЗО «Вампир», которыми уже полгода кошмарят весь Белгород. И это подарки наших ребят, артиллеристов, гильзы для пополнения музейного фонда, также парочку трофейных шевронов. Это уже не первые трофеи, прибывшие с фронта. Выставка «За русский мир» регулярно пополняется новыми экспонатами. Луганской народной милиции. Ну, это вам для экспозиции. Подождите чуть-чуть, я думаю, подойдите. Дело в том, что музей всегда активно реагирует на события, происходящие в городе, в области, в стране и в мире. И, конечно, мы не могли обойти стороной вообще вот операцию СВО. Конечно, люди должны знать о том, что происходит. И мы должны, конечно, об этом рассказывать. Рассказывать детям, взрослым, гостям, которые приходят к нам в музей. Представители областного отделения ЛДПР активно помогают нашим бойцам на передовой. С самого начала СВО возят за ленточку гуманитарные грузы. Вместе с благодарностью за помощь военные передают подарки для музеев Белгородчины. Данные вещи мы получаем конкретно от наших солдат, которые работают на передовой, на Харьковском направлении, охраняют Белгородскую область посредством того, что мы постоянно работаем с ними, постоянно привозим им помощь кое-какую. Ну и ребята откликаются на наши просьбы для того, что для разных музеев, для школьных музеев, для городских музеев мы поставляем данную, скажем так, продукцию, продукцию войны. Для чего это? Для того, чтобы наши дети, внуки и все остальные не забывали о том, что происходит сейчас в России и с чем мы все вместе, совместно боремся. Выставка «За русский мир» знакомит посетителей с уроженцами Старого Оскола, героями России Андреем Богатовым и Георгием Шуваевым, а также со старооскольцами – участниками СВО. Центральное место в экспозиции занимает инсталляция «Защитникам Отечества». Алия в память о подвигах героев Великой Отечественной войны появилась во дворе Старооскольского индустриально-технологического техникума. Пятый год подряд старооскольские активисты поддерживают международный проект. В этот раз деревья высадили в день рождения советского летчика Алексея Моресьева. Перед высадкой студенты вспомнили подвиг Алексея Моресьева. Самолет советского летчика сбили фашисты. Тяжело ранен, и он полз по снегу 18 дней. Лишившись обеих ног, Алексей Моресьев всё равно вернулся на фронт. В памяти героизме настоящего человека. Как назвал свою повесть о Моресьеве писатель Борис Полевой, студенты посадили пять туй. Я рад, что участвую в этой акции. Это напоминание о том, что произошло в Великой Отечественной войне. И проходя, каждый будет видеть и вспоминать о всех событиях. Для первокурсника Назара Калашникова патриотические акции – уже образ жизни. Присоединился юноша и к высадке деревьев для сада памяти. Как-то повелось с детства, что я участвовал во всех мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной – это выступления на 9 мая, это чтение стихов про войну, это пение патриотических песен. И, в принципе, я считаю, что для каждого молодого человека сейчас это должна быть приоритетная тема, и мы должны сохранять память наших предков и передавать её из поколения в поколение. Участвуя в таких акциях, уверено руководство техникума, студенты не только подтягивают знания истории родной страны, но и сами сохраняют наследие героических предков. Мы считаем, что данная акция направлена на патриотическое воспитание студентов, и они не просто слушают что-то от преподавателей, смотрят фильмы, но и прикладывают свои усилия для того, чтобы увековечить память советских лётчиков, воинов. Международный проект «Сад памяти» – это сохранение памяти о героях войны не в бронзе, а в виде зелёных живых мемориалов. Цель – высадить 27 миллионов деревьев по числу погибших в годы Великой Отечественной. Даты и места проведения акции указаны на сайте садпамяти2024.рф. Анастасия Проурзин, Александр Савин, Илья Самсонов, 9 канал. Поступить в любой вуз страны без экзаменов сможет ещё один староскольский школьник. Ученик третьего лицея Илья Кувшинов завоевал это право, став призёром Всероссийской Олимпиады по литературе. С десятиклассником и его любимым педагогом говорила Лариса Ульяненко. Поступить в вуз без экзаменов – мечта, пожалуй, любого школьника. Илья Кувшинов такую возможность получил, став призёром Всероссийской Олимпиады по литературе. Десятиклассник третьего лицея набрал в Казани 90 баллов из 100. А за умение анализировать тексты жюри присудило ему отдельный приз. Такое, говорит педагог Ильи Марина Равенских, случилось впервые за всю историю этой Олимпиады. Аналитическое, конечно, очень сложное. Задание – это самое тяжёлое, самое высокобальное. Когда у него брали интервью в Казани, он сказал, да, конечно, призёрство – это очень приятно, но это бесценный бонус. Впрочем, и само поступление в вуз Илья считает бонусом. Главным было доказать себе, что может стать призёром состязаний такого уровня. Парню одинаково хорошо даются и точные науки, и гуманитарные. Он не только отличник, но и кандидат мастера спорта по прыжкам на батуте. Однако в собственном внутреннем споре между физиками и лириками победу одержала любовь к литературе. Илья видит себя журналистом-международником. Поступать планирует в МГИМО. I see myself as a journalist in my future. Изначально я хотел пойти даже в информационно-технический профиль. Но сначала победа на муниципальном этапе дала понять, что всё-таки гуманитарное образование мне ближе. Сейчас это понятие «ботана» ушло, и оно совсем не актуальное. Сейчас, наоборот, образование стало элитным. Не учиться это не модно. Образованный человек, он всегда далеко не аутсайдер, а наоборот. Илья не просто читает тексты, анализирует, пытаясь понять, как они устроены. Как через текст устроена жизнь, и как человек воспринимает эту жизнь через буквально символы. То есть удовольствие от чтения ты не получаешь? Нет, почему? Получаю. Но это своеобразное удовольствие. Не то, которое мы привыкли обычно понимать. Это удовольствие анализировать больше. Эрудированный, с лидерскими амбициями, умеющий дружить. Илья – гордость и радость учителя литературы. Счастье работать с теми, кто также влюблён в твой предмет. Хотя к литературе, если честно, определение предмета не очень подходит. Литература – единственное, где получаешь не только конкретные знания. Литература воспитывает чувства. Дети современные не так эмоционально откликаются, как раньше. Вот это их особенность. У них немножко стёртые вот эти эмоциональные пороги. В связи с тем, что они всё воспринимают как информацию. Они совершенно иначе работают с информацией, они иначе мыслят. В этом есть плюсы, есть минусы. Они очень могут быть креативными, они очень легко воспринимают новое. Но им не хватает памяти долгосрочной. В связи с тем, что очень быстро меняется информация, им не хватает глубины постижения текста. А это, уверена, педагог хуже всего, поскольку тексты везде. Чтобы решить задачу, нужно понять её условия. Чтобы разбираться в истории, надо вдуматься, о чём говорится в учебнике. Но иногда понимание текста и умение чувствовать его лучше ровесников может сыграть злую шутку. Такая история случилась с Ильёй в шестом классе. Если на конкурсе чтецов читал маленького принца, то ему не дали призовое место, потому что сказали, что текст по возрасту не очень подходит. Это же несправедливо. Несправедливо. Но мы часто сталкиваемся с такими вещами. И я детям всегда объясняю, запомните, что литература – вещь очень субъективная. И оценивать что-то в литературе очень трудно. Поэтому, когда даже мы участвуем в конкурсах, в олимпиадах, здесь очень сложно что-то доказать. Вы должны быть на две головы выше всех, и тогда вас всех признают. Сегодня Илья Кувшина в Белгородской области по литературе лучший. И он помнит, кто помог ему стать победителем. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Елизавета Очкасова, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я, Анна Семеновна, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Середина рабочей недели встретит Староскольцев и Губкинцев новыми температурными высотами. По данным гидрометцентра, в среду, 22 мая, малооблачно. Ранним утром столбики термометров покажут плюс 20, а уже к полудню температура поднимется до 26 градусов тепла. Вечером слегка похолодает до плюс 18, а ночью 13 выше нуля. Ветер переменчивый со скоростью 3 метра в секунду. Растущая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного выше нормы. 752-754 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова